Приветствую вас. Сейчас расскажу вам об актрисе Александре Урсуляк. Александра Урсуляк – дочь звездных родителей. Отец – знаменитый режиссер Сергей Урсуляк, мать – артистка. Папа-режиссер был против того, чтобы дочь училась актерской профессии. Она не побоялась пойти против его воли. Сначала она стала звездой театральных мюзиклов, а позже прославилась и в кино. Родители Александры развелись, когда она была еще маленькой. Отец сразу женился на другой женщине, актрисе Лики Нифонтовой, и в той семье тоже родилась дочь – Даша. Несмотря на то, что отец никогда не забывал о старшей дочери, соперничество между сестрами все равно было довольно жестким. Все изменилось, когда они обе повзрослели и стали мудрее. Знаменитый режиссер Сергей Урсуляк был категорически против, чтобы Саша выбирала актерскую профессию. Она же, вопреки его воле, поступила учиться в школу-студию МХАТ и стала актрисой. На сцене она искрится словно драгоценный камень, что не роль, то захватывающее зрелище и точное попадание в десятку. Об этом говорят не только аншлаги и любовь зрителей, но и профессиональные награды. В основном театральные. С кино долгое время не складывалось. Она, конечно, снималась, но заметных ролей не было. Прорыв случился в 2017 году, когда ее позвали на роль Светланы Леоновой в нашумевшую картину «Время первых». Работу Урсуляк высоко оценил даже ее знаменитый отец. Потом он даже предложил дочери роль в своем фильме. Работать вместе им было тяжело, но труд был плодотворным. В последнее время все изменилось, Александра нарасхват. Именитые режиссеры предлагают ей главные роли. Александра уверена, что все ее роли – это не случайное стечение обстоятельств. Эти образы ей зачем-то нужны. Актриса уверена, что не только она наполняет персонаж жизнью и что-то в него привносит. Ее героиня, которую она играет, в свою очередь, что-то меняет в ее характере. Такой своеобразный обмен. Каждая роль – это повод раскрыть что-то в самой себе, узнать нечто новое о своем собственном характере. Со своим первым мужем, Александром Голубевым, Александра познакомилась на съемочной площадке. Их роман развивался стремительно. Всего две недели спустя после знакомства они съехались, через несколько месяцев поженились, а еще год спустя у них родилась первая дочь. Брак продержался всего три года. Практически сразу после рождения второй дочери они развелись. Урсуляк не простила мужу измену. После того, как Голубев стал знаменитым, он словно слетел с катушек. От поклонниц отбоя не было, девушки буквально вешались ему на шею, а Александр не слишком и сопротивлялся. Несмотря на все неприятные воспоминания, пара рассталась цивилизованно. Они смогли сохранить видимость хороших отношений ради детей. Александра несколько лет была одна, по крайней мере в романах уличина не было. Потом, на премьере фильма, который подарил ей настоящую славу, все заметили, что актриса вновь беременна. От поклонниц отбоя не было, девушки буквально вешались ему на шею, а Александр не слишком и сопротивлялся. Несмотря на все неприятные воспоминания, пара рассталась цивилизованно. Они смогли сохранить видимость хороших отношений ради детей. Александра несколько лет была одна, по крайней мере в романах уличина не была. Потом, на премьере фильма, который подарил ей настоящую славу, все заметили, что актриса вновь беременна. Тогда уже ходили слухи, что отцом может быть скрипач-виртуоз Андрей Резиндент. Информация подтвердилась только после рождения сына Владимира, когда пара перестала скрывать свои отношения. Урсуляк активно ведет социальные сети, но о своей личной жизни распространяться не любит. Она считает, что счастье любит тишину. Сейчас в близком окружении актрисы говорят о скорой свадьбе, но сама она об этом пока молчит. Андрей тоже не делает никаких заявлений. Сегодня режиссеры говорят об Александре, что она не только актриса с большой буквы. Она пропускает через себя все роли, понимая каждое слово, которое произносит, и каждое движение, которое делает. Она востребована, популярна и счастлива. Она уже давно вышла из тени своего знаменитого отца и перестала бояться, что опозорит звездную фамилию. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. Продолжение следует...